Ребят, всем привет! Вы на канале Тикей Спати, я Тикей, и сегодня у нас будет обзор на Алауру, потому что у нас на глобале, соответственно, на нее Х10 и Х2. Я думаю, что шардов у вас не особо как и есть, но вдруг выбейте, обзор будет достаточно актуален. Я прокачал на тестовом сервере свою Алаурку, она мне пришла очень давно, немножечко ей погонял, и в принципе она мне очень понравилась своими уникальными способностями. Давайте начнем. Первое, не смотрите, как я собрал свою Алаурку, это тесты, я здесь практически не играю, здесь мало шмота, здесь ни сет не собран, но в общем слабоватенько. Правильно собрать ее нужно вот так, вы сейчас видите на экране, во что собирать, какие сеты, какие артефакты, вот так ее собираете, соответственно, максите и атаку, крит урон, крит шанс, все по стандарту наших дэмэдж-дилеров. Почему же я буду наставить на том, что Алауру прокачивать нужно, и это не является ошибкой? Ну начнем первое. Самое главное применение Алауры, которое можно придумать сейчас в Watcher of Realms, это сбоку на девятнадцатых и высших этажах. То есть ее не видно, она дамажит по, соответственно, мобам, помогая вашей, возможно, еще не до конца заряженной турельке убить мобов справа, да, которые вылетают, и, соответственно, она их может убивать. То есть у нее есть невид, невидимость, которая не дает врагам таргетиться на нее и атаковать. В принципе, ее можно потом в контенте использовать везде, где вам нужен такой невидимый лучник, по которому нельзя ударить, то есть можно абсолютно не максить и защиту, здоровье, то есть просто тупо делайте у нее много-много-много атаки, эса, шанс крита, крит урон, то есть стандартно по дамагу, да, и все, и ставите, и пусть она там настреливает. Никто по ней попасть не может, и она как бы наяривает. Она еще такой лучник, иногда наносящий массовый урон по двум врагам, вот, что еще хотел бы отметить, ее очень легко и просто собрать в шанс крита, потому что она на пассивке при прокачке увеличивает этот, собственно, шанс крита, если мы посмотрим, у нее есть пассивочка, при прокачке вообще 15%, изначально 10%, и еще если на клетке рядом, то есть это одна клетка рядом, нет союзников, так она еще крит урон наносит. Ну, то есть это менее продуктивно на КБ, навряд ли вы там так поставите, прикольно, а вот на, допустим, любой локации, например, снаряжение, да, 3.19 и выше, там рядом союзников нет, и получается, что у нее крит урон повышается еще на 35%, это круто. Если сравнивать на КБ, то она будет похуже, чем Калипса, например, то есть она такая затычка, при использовании на КБ я советую все-таки использовать более серьезных лучников, типа Сайлоса, да и та же самая Калипса будет настреливать получше, чем она. Вот, то есть она может быть до определенного момента, пока у нее придет лучник получше. Да, она, скорее всего, будет лучше эпических лучников из-за своей базы атаки, да, и вообще, в принципе, то, что она максит крит, ну, крит урон, крит шанс, то есть у нее достаточно большой урон. Она, в принципе, будет лучше эпических лучников, то есть 10 плюс миллиона на КБ она вам набьет, ну, в среднем шмоте, да, понятно, что можно там и 20, наверное, и 30 и набить, в зависимости от шмота. Вот, что еще хотел бы я бы про нее сказать, про пробуду, про них тоже давайте поговорим отдельно. Ну, понятно, что у нее есть особенность суперспособность, при которой она лишается эффекта невидимости, то есть врубать его надо, когда вы чувствуете, что моба проходит, она у вас там последняя линия обороны, и, возможно, тогда есть смысл включать эту самую ульту, чтобы она добила, потому что здесь урон все-таки увеличивается серьезно. Хочу заметить, что у нее очень прикольные пробуды. Первое, она преобразует крит шанс лишний в крит урон. Это не очень профитно в плане, если вы будете кольцо давать, но вдруг у вас нет нормального кольца на крит урон, там, где крит шанс, да, вы можете дать крит шанс, 66% будет вместо 72, то есть не очень, по-моему, по тематике выходит, но это вариативно. Ну, то есть вдруг у вас нет кольца на крит урон, вы наступили крит шанс, лишний крит шанс, и он вам фигакс и преобразуется в крит урон. Неплохо, чтобы у всех персонажей такое было, но вот у нее, кроме невида, особенность еще вот такая же крит шанс, держите преобразование в крит урон. На третьей пробуде, соответственно, тут мы повышаем урон, неплохо так, и на пятой пробуде мы, собственно, настакиваем себе урон на ульте, то есть это прикольно, она находится, когда в невиде, наносит крит урон, настакивает себе суперспособность, много раз ударили, по-моему, там надо штук 30 ударов нанести, и в итоге вы на 30% повысите свой урон во время ульты. То есть это вообще круто, ну, то есть это пробуждение как бы ее, максимизирует ее уникальность, да, невид, плюс, соответственно, огромный урон на ульте. Как-то так, плюс надо заметить, что она еще двух фракций, соответственно, это вообще еще плюсик к этому персонажу. Ну и минусы в том, что это лего, это навыки, это сложно прокачать, это долго, то есть максить навыки здесь вы будете достаточно долго в начале игры, но до, там, первого камня, когда требуется в навыках, в принципе, можете спокойно повысить. Вот такой вот обзор на Алаурку, спрашивайте свои вопросы в комментариях, возможно, я что-то не разобрал, но, на мой взгляд, вроде бы все такой простой обзорчик про достаточно уникальную лучницу, конечно, не тарелка, да, которая бьет по всему полю, но не вид, это достаточно уникально. Всем спасибо за внимание, забудьте поставить лайк, либо дизлайк, если это видео не понравилось, отписать комментарий, ну и полезные ссылочки есть в описании, это ТГ, ТГ-канал, ТГ, все есть, ВК-группа, Дискорд-группа, обращайтесь за обзорами, если нужно, в личку. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok